Всем привет! Я готовлю себе завтрак. Завтрак у меня был такой самый обычный. Решила пожарить себе яичницу. Давно я не готовила. Захотелось позавтракать именно ей. Завтрак мой готов. У меня будет яичница, белый хлеб и овощной салатик. Вчера готовила на ужин. Вот сегодня буду утром доедать его. Чай и печеньки вот эти тоже. Пойду есть чай. Очень вкусненький, кстати, с кусочками шоколада. Я сейчас Димку забрала из детского сада. Просила меня сегодня, чтобы я его забрала в обед. Не хочет в саду спать. В общем, обещала, значит забрала. Сейчас приехали по объявлению. Нашли объявление на Авито. Продают там вешалку. За 850 рублей продавали. Для прихожей. Настенная вешалка. В общем, я спросила за 500 отдадите, отдадим. Вот приехали сейчас. Сережа пошел в сарай куда-то там с хозяйкой. Надо будет ее забрать. Потому что я свою вешалку из квартиры забираю. Мне ее делали под заказ. Я измеряла все размеры. Шкафы мне делали. Ну, в общем, комплект мебели для прихожей. И, естественно, для аренды квартиры я ее оставлять не стала. Я ее сняла. Вот, надо сейчас будет тоже заехать ее забрать. Квартиру Сережа уже сдал. Завтра люди будут заезжать. Сегодня он передаст им ключи. Вот. Так что такие дела. Там осталось по мелочам отвезти вещи. Там мелкие остались. У Димы тоже небольшие неприятности. Вчера в садике играл с мальчиком. Столкнулись и что-то задел Димке зуб. Чем он головой ударился об тебя, об зубик? Это я об его головой ударился. На, об его голову ты ударился зубиком. Вот. Дима, говорит, в детском садике пошла кровь. Ну, они как дети. Они же носятся, беются, прыгают друг на друга. И, видать, в процессе игры. В общем, Дима ударился. Говорит, шла кровь из зубов. Вчера я ему вечером давала перед сном таблетку. Говорит, сильно зуб болит. А зуб передний. Покажи, какой у тебя зубик. Тихо, аккуратно. Вот самый передний зубик. Вчера дала ему четвертушку таблетки. Выпил, вроде зубик прошел. Сейчас, говорит, опять болит. Сегодня, наверное, вечером придет к стоматологу ехать. Пусть посмотрит. Дай. Аккуратно только держись. Вчера вам тоже не здесь сняла. Вот хочу показать. Есть лавлеро Амурлен уже вечером. И купила вот такие обои. Жень в комнату. Я ему, конечно, предварительно фотографировала все обои, которые более-менее. Но я уже не знаю, какой вкус, который ему нравятся цвета. Фотографировала и отсылала в Телеграм, там, ватсап. В общем, и он выбрал именно вот эти. Они такие, достаточно широкие. И потом также вот в ванну купила вот такие вот две штанги. Я не знаю, я в этом особо не разбираюсь. Позвонила из Сережи, я говорю, подскажи мне, подойдет размер, не подойдет. Он говорит, я ничего не знаю. Делай все сама. Я тебе сказала, я тебе помогать ни в чем не буду. Ну ладно, взяла на всякий случай две штуки. Не знаю, потому что ванна вроде и небольшая и не маленькая. Размер стены. Не знаю. Если что, съезжу. Потом штангу вторую отдам, если одной будет достаточно. Потом также купила вот такое вот большое зеркало в ванной тоже с подсветкой. И для стен взяла вот такой вот лоток с валиком. Это буду грунтовать стены. Также мне понадобится для поклейки обоев. В общем, все пойдет в дело. И вот мне тоже в пакетике небольшой покупки. Это тоже ванну комнаты взяла. Держатель для туалетной бумаги. И для освежителей воздуха. Шторку в ванну сразу вот такую вот прикупила. Ну, какой-то такая симпатичная. Не знаю. Потом повешу, посмотрим. Вот такая вот тоже необычная форма щёточка для внитаза. Наверное, больше не надо будет использовать. Потом там кисточка для винича посуды, средства. И вот такая вот бумага. Это буду стены выравнивать. Какие неровности. Я взяла два листа. В общем, посмотрим. Ну и также вот занимаюсь стиркой вещей. Уже одна партия вещей у меня постиралась. И закладываю вторую стирку. У нас появилась новая стиральная машинка. Я вам еще ее не показывала, не рассказывала ничего на ней. Эта машинка куплена с рук. Ее приобретал Сережа. Так как я хотела стиральную машинку, которую я покупала в квартиру, ее оттуда забрать. Потому что вещей очень много. И стирать вручную я не собираюсь. Он сказал, оставь это другим жильцам. Я сюда приобрету новую стиральную машинку. В общем, не разрешила мне забирать ее из квартиры. Говорит, не факт, что ты сейчас ее отключишь, подключишь в дом. То, что она будет так же работать без всяких сбоев. Типа она уже старая. Ну, в общем, я говорю, хочешь, покупай другую. У меня денег сейчас лишних нет на новой стиральной машинке. Собственно говоря, поэтому я и хотела забрать ту машинку с квартиры. Ну, он захотел купить, пускай покупает. Также немножко вот хочу прибраться в гардеробный. Уже, конечно, мне надоели вот эти бесконечные вещи в каждом углу. Чемоданы эти расставлены с моими вещами. Нигде ничего не вмещается. Конечно, нужно шкафы, какие-то стеллажи, комоды приобретать. Но это все постепенно. Потому что очень много уходит на все сейчас средств. Я покупаю все одна, то, что надо мне и детям. Сережа сказал, я будешь тебе помогать, ни в чем не буду. Все делай сама. Захотела развод. Занимаюсь теперь домом сама. Своими заботами, хлопотами тоже все делай сама. Ну, и без проблем. Я как бы от этого ничего не отказываюсь. Все потихонечку будет. Все потихонечку и сделаем. И ремонт такой чистенький, простенький сделаем. Будет все чисто, аккуратно. И очень даже хорошего. Я уже на саду пчела на ногу села. Я спугался, я вот так ногой замахнула. Я на ныне не залила. Я спугалась и улетела. Ну, и сейчас тоже хочу заняться велосипедом своим. Вот этот салатый велосипед мой, а желтый велосипед Женин. Мой велосипед чуть в последнее время стал очень плохо ездить. Не в зависимости от того, какая там включена скорость. Не знаю, с чем это связано. Педали крутишь, крутишь. А он такой, щенка, будет сейчас на ходу остановиться. На Женином велосипеде нужно поменять сидение. Оно там порвано. Хочу поменять сидение сейчас. И буду ездить какое-то время на Женином велосипеде. Женин велосипед там скоростя хороши переключаются. И вообще хорошо ездит. А мой что-то вот. Хотя купила его совсем недавно. Не знаю, сколько, наверное, месяца-два на нем вот ездила. Ну, не знаю, что там, как-то не разгоняется. Я обычно на велосипеде ездил на работу. На работу, с работы домой. Потому что машину мы поделились с Сережей. В выходные ездил я на ней. Когда я работаю, ездит он на ней. В общем, два через два мы пользуемся машиной. Вот. И, соответственно, на машине он возит Диму в сад. А я на работу еду на велосипеде. Ну, не знаю, я вроде сейчас привыкла. Мне удобно. Зимой, конечно, буду уже ездить на автобусе. На велосипеде уже, конечно, зимой не поездишь. Ну, либо на лыжи буду до работы гонять. Ну, в общем, ладно, все будет нормально. Меня все устраивает. Поменяла я сиденья. Велосипед очень удобный. Ездит очень хорошо. Мне очень нравится. И тут вот так же хочу пообрезать цветы. Больше такие цветы высокие сажать не буду. Потому что они вот у меня там посажены. Бархатцы, лаванды тоже посажены. И они, получается, упали на те цветы, которые растут чуть ниже них. И тенью закрывают. И те цветочки у меня плохо начали расти. Я хочу их пообрезать. Даже не знаю, что это за цветы такие. Ну, а пока я обрезала, резко пошел дождик. Сейчас пока с этим нужно немножко повременить. С Димкой забежали в дом. Ой, какой дождик сильный начался. Такой вечер поднялся, аж он Димкин мотоцикл упал. Я надеюсь, что он сейчас быстро закончится. Вон там просветы вроде как идут. Посмотрим. Вот, видела, там уже теперь набирается. Да, ладно, сейчас хоть цветы польет. Ой, у меня там кучка моя, которую не успели срезать. И мой огород нам сейчас польют. Дождик сейчас мой огород тоже польет.